дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фиген live время 21 час 4 минуты воскресенье 22 мая я приношу извинения тут у нас технические накладки мы чуть запоздали но тем не менее проводим эфир назвали вот две войны разумеется речь пойдет о войне чеченской и вот войне в украине но сегодня ахмед закай в гостях ахмед рады видеть взаимно марк за это ответ вы в киеве правильно я написал везде да все правильно я в киеве уже неделю в киеве так ну тогда начнем давайте так впечатления какие вы увидели ровно то что ожидали но в течение двух с половиной месяцев пока идет война или она в киеве война по-другому выглядит вот как вы сказали я бы сказал она выглядит по-другому в украине вот я скажу свои впечатления вот прямо с границы как только мы взлетели и три с половиной четыре несколько но четыре пять часов лету я был просто потрясен тем что я увидел я в украине был 30 с лишним лет назад последний раз и я был только в киеве поездом я доехал самолетом долетел до киева это еще пытность ссср и несколько ну почти неделю назад я снова оказался в киеве но уже совершенно по другим обстоятельствам и другой ситуации и пока мы летели то что я видел я был потрясен идет война которую мы наблюдали со стороны уже несколько месяцев жесточайшая война и внизу поля засеянные поля люди работают на полях они нам машут и приветствуют потому что вертолеты летели очень низко и в принципе это мы были досягаемые видимого видимой досягаемости нас видели они махали нам руками естественно не знали что летит чеченская делегация они просто приветствовали мирных людей которые летели над ними и это было абсолютно потрясающе люди которые уже два месяца ожидают ракеты и бомбы и вдруг они заметили что это эти летательные аппараты не представляют им угрозы и это потрясающе я просто был потрясен это показатель люди работают на полях несмотря на то что идет жестокая война это показатель духа этого народа я еще раз подумал какое сумасшествие совершил этот преступник кремлевский по надеявшись на то что он сможет покорить этот народ я я верил всегда что украинцы будут оказывать сопротивление но даже мои очень самые самые такие ожидания они превзошли вот реальность то что я увидел вот это превзошло мои ожидания и конечно я не сомневаюсь в том что этот народ победит этот народ отстоит свою свободу свое право на жизнь и свой выбор вот двух словах если сказать мои ощущения первое еще а киев да киев живет совершенно совершенно это тоже радует меня я был свидетелем вот начала этих войн грозный я помню перед совсем совсем началом грозный когда люди гуляли летали уже самолеты даже где-то на краю с разных местах разбрасывали бомбы гражданское на себя не смотрим наблюдали за этими самолетами просто в ожидании вот куда они бросят мы были настолько беспомощны что-либо предпринять против этого а сегодня украина она вот даже вот несколько дней назад над киевом вот в киевской области нет недалеко от киева были сбиты две ракеты я был ирпене буквально ста километров от нас мы слышали этот взрыв была подбита еще одна российская российская ракета то есть война кругом идет и вот то что я вам рассказал о том что люди в какой-то части украины работают на полях они готовятся к зиме они готовятся к завтрашнему дню и это очень сильно меня на самом деле впечатлило вот смотрите да надо сказать что нас смотрят 27 тысяч больше 6 тысяч поставили лайки как обычно ну сегодня воскресенье но все равно пожалуйста ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах подпишитесь на канал фигенлайв сразу сообщаю я уже написал алексей арестович командировки его куда-то послали на один день завтра точно эфир будет поэтому у нас сегодня более расслаблены с ахмедом можем поговорить как сказать не дергай что называется тут у нас ахмед тут такое творится тут проклинает если вдруг эфира такого не происходит но неважно в общем смысл здесь том что пожалуйста имейте ввиду что у нас вот эфир будет идти своим порядком вот вопрос какой очень важный вопрос вот все таки можно ли говорить о том что благодаря независимости которые 30 лет украина обрела она создала действительно национальную государственность создала систему власти национальную систему власти создала государство полноценное которое вот так сильно защищает то чего не хватило чеченскому народу вот я почему об этом говорю потому что если бы у чеченского народа был опыт более длительной государственности то многого что происходит сейчас можно было бы видимо избежать ну как минимум того что есть руководство республики которая несмотря на то что к отдельные там из них принимали участие в войне в 90-х против москвы тем не менее пошли вот на этот конкордат на этот лояльный режим отношений которые похожи в украине невозможен несмотря на то что есть коллаборационизм все есть конечно люди отдельно вот как некого такого большого договора он по моему с украины невозможен который оказался возможен в чечне какой-то частью общество и так вот как бы вы сравнили вопрос острый но надо разобраться нет совершенно верно вы правильно ставите вопрос только я немного не согласен с вами украина получила независимость формально скажем так ну реальную независимость получила девяносто первом году и мне кажется эти 20 лет до 2004 года украина не укрепляла свою государственность четко не укрепляла свою государственную влияние россии на на украину она очень сильно сохранялась сказывались и я я думаю что вот эти 20 лет практически были очень нехорошо использованы скажем так государства украины я скажу другое марк вот есть три этапа вот первый этап вот эти 20 с лишним лет которые украинцы потеряли не укрепляя свою независимость и свою государственность и идет вот три вообще три процесса я думаю в украине первый процесс и три основных мне кажется человека которые определили будущее этой страны этого государства это первый президент кравчук покойный президент царской он восстановил государство он восстановил государственность пусть формально но он его периодически и правовом отношении украина с этого времени считается независимым государством второй этап это 2004 году став президентом после майдана виктор андреевич ющенко он определил вектор направления развития этой страны то есть европейский союз интеграцию и сегодняшний президент хотя он пришел к власти и его предвыборная программа заключалась в том что он принесет мир украине он добьется прекращение войны между россией и украины он сегодня вот через эту войну через то сопротивление которое сегодня они оказали россии он окончательно отстоял украинское государство и я не сомневаюсь в том что впоследствии украина станет мощным европейским государством который будет носить исключительно исключительно важную лепту вообще в развитии вот этого европейского континента я думаю что если бы у нас было бы малейшее хотя бы процентном отношении если бы нам дали бы 10 лет самостоятельно укрепить наше государство даже не имея той поддержки которой сегодня или многие годы назад мы сумели бы построить государство я знаю почему девяносто четвертом году так даже будучи не совсем готовы к войне думая что можно повторить такой можно пока такой за за короткое время покорить народ потому что 14 пешек квадратных метров в чечню были стянуты такие огромные силы брошены они не ожидали такого сопротивления но они ожидали что время которое мы получим пусть даже мы находясь в блокаде в те годы с девяносто второго были была абсолютно блокада со стороны россии мира не работа на никакие никакие контакты с россией экономическом плане не банковская система никакие либо другие но несмотря на это республика развивалась и вы можете любого спросить это не мое такое пропагандистское высказывание относительно что юг россии каждую субботу пятницу субботу воскресенье колонны автобуса с юга россии направлялись чечню за продовольствием за продуктами именно поэтому показательно было то что вот на постсоветском пространстве республика которая объявила о своей независимости и суверенитете заявила о своем свободном выборе эта республика развивалась на фоне вот того кризиса который творился не только в россии но даже во всем постсоветском пространстве вот к девяносто третьему году у нас уже были готовы наши гражданские и чхилийские паспорта у нас были сделаны наша национальная валюта и в девяносто четвертом году мы уже девяносто четвертый девяносто пятый год уже планировали ввести свою национальную валюту и паспорта уже были готовы то есть на тот период ни одна союзная республика которая получила независимость и суверенитет на ровне с чеченцем с чеченской республикой они вот такого успеха и развития не имели в тот момент вы можете вспомнить истории посмотрите в каком году какие годы водились национальные валюты в других республиках и гражданские паспорта потому что использовались многие годы уже после развала СССР загранпаспорта были СССРовские которые использовали многие союзные республики а у нас все это уже было поставлено у нас в городе или в республике бесплатно были для малоимущих были открыты магазины где люди получали хлеб были открыты столовые газ, электричество, вода это люди не платили вообще за это потому что было определенное время чтобы люди могли в конечном итоге немного укрепиться в экономическом плане вот все эти моменты конечно они были очень заметны для России именно Шахрай когда он настаивал на том что Карфаген должен быть разрушен он имел в виду именно то что если дай нам еще 3-4 года самостоятельно развиться уже Россия не смогла бы начать эту войну потому что к этому времени у нас уже практически было готово ПЛО и вот эти вопросы они решались и конечно вот то что вы говорите что история могла бы совершенно по-другому развиваться вообще во всем постсоветском пространстве если бы нам был дан шанс укрепить наше государство так у нас уже 40 тысяч смотрит напоминаю тем кто подтягивает в случае воскресенье тем не менее вы пожалуйста размещаете ссылки в своих аккаунт социальных сетях и групп есть кто с Кавказа нас смотрит тоже ну по мессенджерам лучше посылайте там нигде конечно размещать вам нельзя но это будет очень полезным Ахмед ну хорошо я в общем понимаю мы здесь есть аспекты и с точки зрения скажем так ощущение людей масштаба не сопоставим все таки Украина гигантское государство гигантское европейское 40 миллионное государство ну Чечне было тяжело дотянуть во многих отношениях по количеству населения всем остальном может быть шанс и был но вот смотрите война укрепляет национальное единство да да потому что отстаивать свой суверенитет это задача которая выполняет всем народом то есть люди сплачиваются люди начинают действовать заодно ну как бы надо понимать рядом с тобой гибнет твой соотечественник то все должны быть понимать ради чего все почему они погибают вот эта проблема того что люди сражавшиеся в Чечне в отличие там от Украины может быть а может быть и нет вот давайте порассуждаем все таки не произошло вот этого объединения такого которое бы позволило не принять российскую власть никакую ни в каком виде это проблема войны или это проблема раскола который все таки возник в чеченском обществе понятно репрессии понятно террор террором убили любой сопротивление любую резистенцию в самой чечне внутри чечни но был ли шанс чтобы люди на 100% не приняли российскую власть даже если согласились с ее победой и в общем контролем за республикой шансы был или нет потому что вот украина получается даже если захватит оккупирует вот сейчас в нынешнем положении я сомневаюсь что удастся ее удерживать а чечню но в силу размеров удалось удерживать да и кто-то сказал ну так и хорошо ну и ладно ну и пусть так и будет то есть в чечне многие смирились с этим значительная часть хорошо марк вы закончили да 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 конечно вот вам слово спасибо я думаю это очень интересный вопрос и вы очень хорошо сказали про ситуацию которая случилась в чечне но я смею вам возразить что чеченцам с чеченским обществом все эти годы я могу заверить вас если бы чечня и россия находились бы в каком-то космическом пространстве и были бы оставлены один на один при той неравности сил и мощи чеченский народ никогда не смирился бы с тем положением которые россия выдвигала и настаивала чеченцы в мире наверное не найдется ни одного народа который столько времени вот при таких неравных условиях оказывал сопротивление и сопротивлялся дело в том что нас победила не россия чеченцев нас не покорила россия и не смогла сломать нашу волю свободе независимости нас или наше сопротивление сломила такая сильнейшая несправедливость международного сообщества если бы я почему бы сказал если бы в каком-то космическом измерении мы были бы один на один мы не смирились об этом но так как мы жили на этой земле и рядом с нами и рядом с россией были многие государства и государства и люди и сильные мира сего они все заняли не просто не поддержали чеченцев не просто не помогли нам отстоять свою свободу они все цело все буквально россию и помогали россии покорить нас и сделали все возможное чтобы расколоть наше общество если бы чеченцам все эти двадцать десять лет открытого сопротивления которое россия даже признает десять лет я имею ввиду начало второй русско-чеченской войны а в общей сложности вот эти 15 лет войны и жесточайшего сопротивления чеченского народа если бы нашелся бы хоть один народ хотя бы одно государство или один международный институт который да чеченцы отстаивают законное право на свою жизнь на свою государственность была бы ситуация дело в том что я вам сейчас приведу цифры только а там вы и сами рассуждаете америка за период вот этого вот этого времени начала войны россия выделила пятьдесят семь миллион долларов учтите тогда это были большие деньги международный валютный фонд дважды выделял четыре миллиарда европейский союз и частности германия выделили двадцать миллиардов россии для того чтобы она продолжала эту войну и мы находясь в полной изоляции вот на этой на этом маленьком клочке земли сопротивлялись пятнадцать лет поэтому я никогда не упрекну чеченский народ том что мы оказались сегодня в таком положении мы да мы сегодня разобращены а то что вы говорите относительно сумели бы не сумели бы ну я уверен что Украина победит но участь побежденных вот это наша участь когда проигрываешь войну и когда подавляет вот эта сила конечно приходится находятся люди которые просто хотят выжить которые устают которые не в состоянии дальше продолжать войну и даже этот период весь мир когда не только обвинил нас вернее отдал нас на откуп заявил о том что мы внутреннее дело представьте себе даже до прошлого до позапрошлого года европейские страны включая Украину где я сейчас нахожусь выдавали чеченцев за то что они оказывали сопротивление российским агрессором вот это несправедливость немного подломила волю чеченского народа своей государственности я не скажу но мы взяли как говорится чтобы выжить мы взяли вот этот я скажу еще другое действительно очень сильное государство в мире когда наши наш министр иностранных дел всего с ближайшими помощниками оказались там на капитоле в вашингтоне около там конгресса один конгрессмен подошел им и выразил узнав что это чеченцы да тогда это было как бы очень многие проявляли интерес и принимали чеченцев как какую-то экзотическую нацию потому что они для всех их понимание мы делали практически невозможное противопоставив себя против России который перед которым СССР Россия дрожал весь мир и один конгрессмен подошел и сказал обнял их поздоровался с ними и сказал ребята ваша задача биологически сохраниться а в мире все это изменится и все разрешится вам надо просто сохранить себя биологически и выжить и вот с этой позиции чеченцы многие которые покорились и смирились оккупации исходили из этого принципа из принципа выжить и в истории у нас очень большой опыт противостояния с Россией каждый период вот такой ответственный момент вырабатывался вот такой инстинкт самосохранения и люди смирившись с этим с этим насилием выжидали до какого-то момента и вот сегодня в нашей истории наступил очередной момент очередной шанс всевышний дает нам в связи с событиями украины и мы воспользуемся этим шансом я вас уверяю вот вопрос такой скажем ситуация развивается как она развивается как минимум россия не победила а скорее проиграла уже несмотря даже если представить что запад сумеет договориться на это это что не вы не 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 и не в и она будет пытаться ее получить путем посулов путем убеждений подкупа все чего нет ничего не пожалеет даже азовцев которых они забрали будут использовать как средства на мой взгляд моя личная да но тем не менее все равно явно что позиции москвы как регионального гегемона пошатнулись то есть уже там проявление этого еще до войны в январе китай окрикнул связи с событиями в казахстане выводить свое дкб и это произошло они даже не успели самолеты разгрузить в астане тут же обратно все погрузили в алмате точнее и обратно уехать ну так и было я просто знаю меня друзья из казахстана это рассказывают значит сейчас уже непонятно что будет пмр до имеется приднестровье непонятно как в грузии пойдет ситуация сейчас они начинают форсировать с южной осетии давайте референума окормимся как часть россии вот тут херсоне попытаюсь но уже это плохо работает то есть возникли субгегемоны на ситуацию влияет и турция если украина выйдет победителем но в том смысле хотя бы откинет до 23 февраля к ситуации 24 февраля россию все точно на киев будет влиять на ситуацию в беларуси режима лукашенко вообще мало ему на что придется рассчитывать с ним посчитаются однозначно то есть и другие игроки сам запад и так далее то есть все вовлекутся в эту же в этой картине каков шанс в чечне для того чтобы каким-то образом снова вернуться к идее собственного суверенитета при нынешней власти там или же при альтернативной как эта ситуация может отразиться на ну геополитической карте я даже не хочу рассуждать вот в этом контексте развитие ситуации потому что я уверен в том что этого не произойдет потому что украинский народ никогда не согласится мириться с потерями своих территорий а и речь остаться 24 февраля я уверен в том что россии украина для украины и для украины это неприемлемо ни при каком раскладе это для них неприемлемо и я уверен в том что украинский народ с этим не согласится поэтому давайте так скажем по поводу вашего вопроса не осторожен в прогнозах прогноз благодарна и осторожен все правильно а я в принципе рассматриваю вопрос полная капитуляция россии полная капитуляция не то что возврат к 24 февраля а возврат всех территорий оккупированных россии контрибуция учреждения международного трибунала привлечение ответственности за те военные преступления этого нельзя простить сколько детей сколько гражданского населения сегодня убита в украине 300 тысяч это чеченского населения 42 тысячи из них дети и поэтому будущее чеченского народа и чеченской государственности напрямую зависит от того каким образом закончится война и если конечно россия останется вот в статусе и в тех границах территории российской федерации которая известна миру до 24 ничего не изменится если даже украинцы пойдут на то что они согласятся на на эту победу так называемую путин возвращается забирает луганск донецкую область и останавливает войну и пытается заключить мир с украиной если украина пойдет на это это будет поражение но я не не на пути на этого хочет он открыто уже об этом фактически говорится пути на именно этого и хочет он что я опять таки исхожу из нашего опыта и я поэтому могу обращаться и к руководству услышат они или нет украинскому руководству украинскому народу и украинским военным с которым как конечно у нас есть очень хорошие контракты они не должны согласиться я просто приведу пример хасаюртовское соглашение точно так же когда 70 тысяч российских военных были взяты и заблокированы в городе грозном когда они подняли белые флаги россии нужно было во что бы то ни стало заключить мир и мирное соглашение заключить перемирие хотя они объявили это миром это оказалось просто перемирием до хороших времен и знаете что произошло лукин тогдашний представитель ельцина яблоко либерально-демократической партии он старый он старая лубянская крыса он всю жизнь на лубянке вот вот но он однако он находился в яблоко да и мы знаем что это вообще никого роль не играет и его прогноз ну вот я имею я хочу просто напомнить когда даже вот чернила не высохли на соглашение хасаи он сказал ничего через пять лет мы покажем всем нашим врагам что такое россия и я уверяю если украина пойдет на это они если это даже не произнесут слух но они будут думать именно об этом ничего мы укрепимся и мы еще снова заявим вам кто мы такие поэтому ни в коем случае нельзя идти на это и позиция там германии франции и сегодняшний там берлосконий бывший пример который призывает лицо лицо путина ни в коем случае на это нельзя пусть путин военный преступник и он должен нести ответственность за это за все что он сделал но шанс шанс чечни в этой ситуации каков он шанс чечни на деоккупацию и на восстание напрямую связан с победой украины просто как 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 вот так практически это может быть после того как завершится победа и завершится война украине произойдет деоккупация произойдет смена режима в россии смена и режима массиве изменится формат власти в чечне и точно так же бескровно мы восстановим нашу государственность потому что те силы которые сосредоточены или или были подготовлены вот эти 22 года так называемый кадыров и кадыровцы они не представляют угрозу для нас которые будут восстанавливать свою свой суверенитет и независимость наша задача будет основная это провести выборы избрать руководство и это мы сумеем сделать после поражения россии украины но хорошо а а как может пойти ход событий вот допустим действительно началась контрнаступательная операция киев получил ленд-лиз началась контрнаступательная идет мобилизация действительно ее возможности вот у меня арестович говорит 700 тысяч человек могут быть призваны на этом гигантское число если будут оснащены они хорошим оружием тяжелыми вооружениями гаубицы ну и все остальное все что пока обещается вплоть до ракет патриот допустим взяли донецк допустим взяли херсон допустим украинские силы как может посыпаться режим в москве вот как то это можно спрогнозировать потому что многие именно этим озабочен марк нет тяжело говорить о том как будет развиваться событие но мне кажется это мое предположение что путина его просто застрелят а вот это же это путь это путь сегодня в россии понимают что путин объявил объявил войну украине он не укрепляет россии российское государство он его разрушает и разрушителем российского государства напрямую является путин и я думаю что те патриоты которые хотели даже присоединить украину россии они ему не простят вот этого поражения и то что сегодня произошло потому что вы вы хорошо помните вступление заявление и вашего да человек очень конечно военный человек который имеет очень серьезный авторитет в кругах офицеров 8 российских офицеров он открыто заявлял и призывал путина не совершать роковую ошибку для то россии и он ее совершил сегодня и я думаю что они его призовут ответу а в последующем да могут быть прийти к власти в россии более более отмороженные чем сам путин но в конечном итоге это закончится развалом и распадом или трансформации российского государства какое-то другое государственное образование но любом случае мне кажется у путина абсолютно нет будущего но нужно понимать путин 2000 год когда он приходил к власти молодой энергичный и у запада его начал носить на руках и все силы находящиеся россии и позиция и оппозиция и все партии они как один его поддержали войне в чечне потому что будущее как политика и полите национального лидера но сегодня когда путин остался на самом деле стал изгоем и в международной политики и в самой россии у него есть определенное окружение от которого он даже от них даже дистанцировался я не думаю что он имеет сегодня какое-либо влияние на ситуацию общем на ситуацию да она по анекции еще держится но при малейшем поколебании или же таких пораженческих нот которые будут проявляться я думаю ситуация может меняться очень серьезно так нас 60 тысяч человек смотрит мы уже почти 40 минут в эфире нет поменьше 34 минуты в эфире да мы чуть позже начнем но я все равно призываю тех кто к нам присоединяется постепенно подходит пожалуйста ссылки на этот эфир у себя там размещайте пусть эфир посмотрим как можно большее число людей это для нас было бы очень важным а а вот практически военная сторона я мы знаем что в за украину сражается батальоны стоящие из этнических чеченцев и живущих в украине приехавших в украину ну разные люди есть этот военный опыт также как и вот созданы какие-то иностранные легионы так далее там и даже русские воюют там числа бывших офицеров военнопленных есть люди для чечни это важно что сейчас комбатанты военные служат таких батальонов кто-то в территориальной обороны кто-то вот специально созданных батальонах это понадобится для в общем случае если ну ситуация задвигается и в том числе и в там представляете себя военную силу или это сложно или пока рано об этом говорить вот как это видится вот принципе цель моего приезда именно это не заключается здесь будут созданы в любом случае из тех подразделений которые находятся в украине будут созданы чеченское подразделение вот включу вот в этот иностранный легион и вот это будет та сила который нам необходимо будет перевести уже на территорию чечни в последующем когда речь пойдет о деоккупации ну я не хочу раньше времени забегать понимание вот отвечая на вас вопрос который здесь находится они сослужат именно службу и они будут играть главную роль в освобождении и где оккупации чеченцев чеченской республики в последующем для этого здесь нужно не только поддерживать тех кто находится здесь нужно необходимо поддерживать и увеличивать состав тех подразделений которые сегодня вместе с украинцами воюют против россии но нужно привести их соответствии именно с нашим законом который мы будем согласовывать с руководством с военным руководством украинцев ну да потому что мы же видим как например вот ради примера вот перед нами батальон калиновского где он уже сегодня объявился полком то есть его численность уже достигла размеров полка да бог ну уже но больше это существенная вещь и у них перспективы хорошие реально хорошие учитывая ситуацию белоруссии это действительно реально реально возможно существенная сила которая будет главным движущей этой силой которая сметет режим лукашенко насколько вот такая перспектива в целом есть поскольку но в чечне тяжелая ситуация понятно что мы свои части есть и кадровой части насколько она может быть численная и с профессиональной точки зрения быть эффективной поскольку ведь может все пойти и дело к войне на территории чечни вот о чем речь марк я просто то что я могу сказать я скажу в двух словах который приехала сегодня в киев неделю назад поставил делегации есть замминистра обороны чеченской республики ячкерия и вот на на основе вот наших нормативных актов во взаимодействии с украинскими силовыми структурами мы не намерены создать то подразделение которое в последующем пусть это в начальном этапе будет батальон потом полк ну до бригады я думаю что мы это доведем но ведь как война поворачивается так что путин сам затеял как говорится игру в собственном яйце так мы говорим у нас здесь так принято говорить потому что он сам открыл ящик пандоры он дал возможность всем национальным общинам и всем кто периодом начала девяностых испытывал желание так сказать попробовать создать все-таки свою государственность отойти от россии тогда его сам дал ему возможность сейчас легально абсолютно кооперировать участвовать войне и получать опыт и в общем связи что очень важно ведь в этом смысле допустим чеченцы которые будут воевать в украине воюют в украине ведь они могут устоять контакты с западом чтобы ну выражаться лоббировать или например пытаться реализовать идею собственной независимости собственного суверенитета вот эта проблема то что запад не поддержал в период двух войн 90-х начала двухтысячных сопротивление это же может быть преодолено каков шанс теперь в новых обстоятельствах вот с учетом войны в украине участие в ней возможным достаточно масштабного со стороны чеченцев дает ли это возможность убедить запад что чеченская независимость это инструмент для многих решений проблем на кавказе я могу сказать вот в двух аспектах это направление у нас меня была встреча с нашей делегации была встреча председателем меджлиса крымско-татарского народа с лидером крымского с крымских татар с мустафой джамиле у моего защищал знаем другом но вы его знаете я почему я это говорю действительно вот то что вы говорите на внутри на внутреннем пространстве россии вы знаете что северный кавказ из заурале это тюркские народы которые башкирия и татарстан и вот естественно все эти народы и все люди которые все люди которые не удалось реализовать свое право на свою государственность они будут находиться обоими тех людей и тех народов которые уже заявили о своей о своей о своем выборе и поэтому я думаю что с этой стороны тоже путин указал вернее сыграл большую это его заслуга во многом что сегодня объединяются вот эти направления эти народы и народности именно определить свое будущее чтобы покончить с общим противником и врагом то есть россии и точно так же на западе страны которые молча наблюдали за убийством чеченского народа тоже понимают что было было очень большая несправедливость по отношению чеченцев и здесь на западе есть страны которые с пониманием относятся к тому что мы хотим и заявляем что будем освобождать нашу страну и восстанавливать нашу государственность и третье наше правительство было внесено предложение учредить специальный орден и награду для путина к человеку который способствовал разрушению этой империи зла но вручить это знать эту награду нужно только посмертно поэтому то что сделал путин для всех людей которые находились статусе колонии никто не мог лучше это сделать чтобы освободить эти народы он это сделал и я думаю что этот процесс уже как говорил горбачёв этот процесс пошел и вряд ли его можно будет остановить ну вот парадокс в чем ведь заключается путин был уверен что все пройдет пусть тяжело но также и быстро как это было в четырнадцатом году в конце концов с чечнёй он попробовал везде он попробовал в грузии он попробовал там не знаю уже за пределами в сирии еще где-то он был ведь уверен что будет приблизительно все то же самое ну да будут издержки много погибнет но он захватит украину в чем он ошибся в чем он ошибся по сравнению со всеми другими войнами которые он вел за свои четверть века я знаю чем он ошибся но я не знаю почему это сделал он не мог не по мы же все жили в советском союзе он не мог не знать историю этого народа он не мог не знать истории второй мировой войны он не мог не знать и не понимать что вот все эти восемь лет российская пропаганда лировала украинский народ оказать сопротивление и отстоять свое право быть свободными и интегрироваться в европу и восемь лет подготовив этот народ престочайшему сопротивлению он пошел войной в эту страну мне это непонятно и вот тут у меня появляется вопрос конспирологический но он же не совсем был он же не совсем был дурак чтобы не поняли если он болен как-то особенно и не в состоянии оценивать адекватно например если говорить о персональных каких-то вещах надо лечить но я не понимаю не могут быть такого такой коллективной болезни мы ковид уже пережили но такого шизофрении который сегодня ладно путин будем считать его больной ну а шойгу герасимов и другие даже генералы которые просто участвовали в этой операции они же не могли не понимать они же не могли забыть историю второй мировой войны они не могли забыть вклад украинского народа войну они не могли не не знать дух этого народа который был готов драться но однако они пошли на это я не знаю вот поэтому у меня возникает вопрос конспирологии эта война была затеяна чтобы захватить украину или же эта война была затеяна чтобы разрушить россию я в этом вопросе больше склонен считаться с мнением и вашего который заявил о том что это украина эта война развалит россии но мы кстати в канун ведь и обсуждали мы у нас был эфир и мы говорили о том что это будет самоубийственный шаг но но а загадкой осталось как поведет себя запад да то есть но тем ни менее мы говорили что запад уже рядом суть сделал много так защитить украину но окончательно нужно представить леглицы и вот все что вот будет поставляться и оружие развед данные там не знаю и экономической поддержкой санкции в отношении Москвы, ну, в общем, попытка разрушения экономики российской, небезуспешная, скажем, да, она просто не одномоментная, но небезуспешная. Вот это все вместе, это противостояние всему миру, ну, а Путин, в общем, пошел по этому пути противостоять не только Украине, а всему миру. Это, как я понимаю, ну, путь, окончательный тупик, как мы все понимаем. Есть ли у него запасной план? Если мы говорим об атомном оружии, его применении, вот о чем вопрос. На что он готов пойти? С вашей, Ахмед, точки зрения, ну, швырнуть там тактическую заряд на 5 килотонн, например. Не знаю, там куда-то на Одессу швырнуть. Ну, я условно говорю. На что он готов пойти, прагивает? Он на это тоже может пойти. Ну, в этом случае что будет дальше, да? Да, что? Ну, деникулизация России, диросификация России, нашей депутинизации России, демонтирование России. Все. Это будет именно то, что сегодня необходимо для того, чтобы демонтировать Россию. Я не думаю, что люди, которые, если бы это зависело бы от воли одного Путина, я думаю, он мог бы нанести этот тактический ядерный удар, но это он мог делать до того момента, пока Борис Джонсон, премьер-министр в Великобритании, не заявил ему. А не ответил ему. Но с этого момента, как только он ответил и Запад дал понять Путину, вот 15 лет он мир шантажировал ядерной дубинкой, но с этого момента, вот вы помните его заявление, когда он сказал, что нельзя глобальной войны, основная задача Путина и России не допустить глобальную войну. Все. На этом была отыграна ядерная дубинка, да, она отработала свое. Мне кажется, да, но исключать я не могу это, потому что я на самом деле, как вы правильно сказали, мы обсуждали вопрос, войдет он или не войдет. Я был уверен, что он не совершит это самоубийство. До последнего, я, наверное, был один из последних, кто говорил тоже, что он блефует, он не войдет, не совершит такую глупость. Я допускал, что он может провокацию Донецк, Луганск. Вот эти провокации я допускал. Ну, что он пойдет на Киев, я просто это не мог себе представить, но он это сделал. И вот поэтому у меня возникает вопрос. Это коллективное сумасшествие. Я понимаю, вот ту, то его элита или окружение, которое он собрал 23-го и переделал войну, но его же не назовешь элитой, это политическая труха. Они ничего не решали. Военные-то, которых он сюда направил, они же не все сумасшедшие. Я понимаю, Герасимов, Дворников, это преступники, связанные кровью с Путиным на чеченской крови. Это его банда. Но там же есть и другие, и молодые, и другие, и генералы, и военные, которые понимали, что пойти с войной в Украину это самоубийство для этой страны. Но почему они это сделали, я не знаю. У меня нет на это ответа. Ну, тем это интереснее, потому что с разных точек зрения мы тоже пытаемся это понять. Кстати, сказать, у Герасимова был план, давайте просто бомбить очень долго, несколько недель, закидывать ракетами и бомбами, а сами входить не будем. Был такой план. Но они-то почему-то были убеждены, что там мы покидаем и сразу зайдем, и все сразу сдадутся. То есть не будет никакого сопротивления. Поэтому они решились, отказались от плана Герасимова. Долгая бомбардировка, ну типа военной инфраструктуры, под предлогом ее все на свете бомбить. Да, так сказать, они сразу пошли, потому что были убеждены, что войдут в Киев 72 часа, там расстреляют Зеленского и так далее, и так далее, и так далее. Вот теперь вопрос, до какой степени, до каких может дойти переговоры, потому что вот мы говорим, что понятно уже, что до Киева сейчас не дойти, до там, не знаю, в лучшем случае захватить Северодонецк, это все, на что хватит сил, все, на что хватит сил. И дальше вот это процесс уговаривания Киева, на который, как мы убеждены, не пойдет Киев, но они могут использовать, возможно, какие-то неизвестные пока нам возможности, если все-таки такие переговоры начнутся. Пока на дистанции. Есть переговорная группа российская, есть переговорная группа в Киеве, вот, Рахаме возглавляет ее киевскую часть, в ней там участок подоляк, ряд еще, там с той стороны Мединский просто пустышки, что Слуцкий и Мединский это просто насекомые, да. Но, тем не менее, вот процесс будет запущен. Мы говорили, есть опасность прямой встречи Зеленского и Путина, что они прибегнуть могут даже к последнему средству устранению Зеленского, любыми там, путями, любыми способами, чтобы этот процесс, ну, в общем, либо, наоборот, подвигнуть, либо остановить, но, в любом случае, они готовы на такой точно. Вот в нынешних обстоятельствах, уже спустя почти скоро три месяца, да, будет вот, через пару дней уже три месяца войны. В принципе, такой процесс переговорный, в Стамбуле, при посредничестве Эрдогана. Я вот, например, не верю, что Путин покинет Россию, он сам боится, что его хлопнут. Вот. Но это мое личное время, или там отравят, или еще что-нибудь, он же мнительный, типа. Вот. Но, тем не менее, если вдруг он состоится, прямая встреча Путина и Зеленского, то как можно ее прогнозировать, и что на ней может обсуждаться, и до чего можно договориться? Я просто хочу предупредить украинскую сторону. Я был, на самом деле, не понимал, почему нужна переговорная группа, но когда ситуация в Мариуполе, и там то, что им удалось сделать, вывезти хотя бы вот эту часть оттуда, я, в принципе, отношусь к пониманию, что эта группа переговорная нужна. Она будет действовать ситуативно, да, по каким-то вопросам, чтобы она уже была, которые, может быть, нужны будут и Украине, и России. Но, мне кажется, нельзя допустить встречу, или не должно планироваться встреча Зеленского с Путиным. Я просто хочу привести по нашей семье. В России тогда очень важно было остановить войну, любой ценой остановить войну. Но в то же время они понимали, что при живом Джохаре Дудаеве просто так остановить войну и уйти, как будто ничего не произошло, им не удастся. И они объявили о переговорах с Ельцином и Дудаевым, достигли своей цели. Они подлым образом убили нашего президента. Поэтому не только с политической, но и с позиции безопасности нельзя вести разговоры о возможной встрече Зеленского с Путиным. Для того, чтобы решить любой вопрос, касаемый сегодняшней ситуации, им не обязательно встречаться с президентом Зеленскому, с Путиным или с Путиным. Эти вопросы решаются в другой формате и в другой форме. Любой вопрос возможно решить, не выходя на прямой контакт с военным преступником, с гитоубийцей. Это мое мнение. И это, в первую очередь, небезопасно для президента Украины. Просто я знаю один нюанс. Когда через Абрамовича передали какую-то информацию Зеленскому относительно условий России, чтобы остановить войну действия. Президент Зеленский спросил, включите на громкость. И сказал то же самое, что сказали русскому кораблю. И я думаю, что после этого вряд ли Путин захочет напрямую обсуждать с Путиным план, вернее обсуждать с Зеленским план капитуляции. Поэтому мне кажется, что основная задача российских спецслужб, которые остаются верны Путину, это ликвидация с Зеленского, с тем, чтобы встретиться с кем угодно и попытаться договориться. Это существенно, конечно. Почти 54 минуты мы в эфире. Нас смотрит 83 тысячи человек. У нас еще есть пара минут. Мы несколько вопросов обсудим, оставшиеся. Но еще раз напоминаю, что у нас сегодня один эфир. Сегодня, к сожалению, эфира с Алексеем Аристовичем не будет. Он в командировке. Но завтра эфир будет точно, потому что он вернется утром. Поэтому не переживайте. Те, кто не знал об этом, мы вот сообщаем. Сегодня у нас воскресный вечер такой. Ну, хорошо. Вот мы практически все ведь обсудили. Вопрос такой. Как долго, на ваш взгляд, продлится еще война? Почему это в Украине такой важный вопрос? Потому что, ну, гибнут люди каждый день. Гибнут военнослужащие, гибнут мирное население. Сейчас в востоке Украины те, кто не успел уйти или пытался уйти, но гибнут, гибнут, гибнут. Даже непонятна цифра погибших. Невозможно судить. Каждый день открываются новые и новые захоронения массовые и так далее. Говорят, что до 25 тысяч погибло в Мариуполе. Правда, нет. Никто ничего не знает. Потому что это все можно будет посчитать по концу. Потому что при таком количестве уехавших, беженцев и так далее. То есть, непонятно. Две войны. Все 90-е годы. В Чечне шли войны и шли долго, в общем. Ну, относительно надолго. С разной интенсивностью и так далее. Вот сколько продлится эта война? Как вам, Ахмед, кажется, исходя из вашего опыта? Как воюет российская сторона? Как складываются обстоятельства? И какая, в принципе, у этого перспектива? Ну, временная и всякое другое. Вот именно в этом вопросе параллели нет, Марк. Нет. Чеченская война, русско-чеченская война и ситуации вокруг Чечни в тот период, пока 15 лет шла война. Ну, это была одна война, хотя мы привыкли называть две войны. Война, в принципе, не прекращалась и после подписания договора о мире. Она просто взяла, она облила другие формы. Но она продолжалась. И продолжалась она официально по российскому признанию до 2010 года. Она продолжалась только в 2010 году был отменен так называемый вот этот режим. Антитеррористический режим. Вы знаете, Путин и Россия имеют такую практику иносказательно развязывать и вести войны. Здесь они спецоперацию ведут. Ну да, там был КТО. Мы же помним, он назывался КТО. Первый раз это было поистине конституционного порядка, а второй раз это было КТО. Поэтому параллелей здесь нет. И относительно вопрос цены мира. Если Украина хочет мира любой ценой, они могут завтра же признать Крым российским и Донецкой и Луганской республики. И на этом закончится война на определенный срок. До определенного времени, пока Путин еще не соберется силами и не пойдет дальше. Поэтому вопрос, когда закончится мир, это будет зависеть от того, какими темпами и как будут поступать подкрепления вооружения с запада в Украину и как мы вместе будем освобождать оккупированные территории, включая Крым. Вот с завершением и освобождением Крыма и Севастополя вот тогда можно будет говорить об окончании войны. Ну что же, мы час в эфире. Нас смотрят 106 тысяч человек. Мы благодарим Ахмеда Закаева. Спасибо за этот разговор. Ну, конечно, все не обсудишь, но лучше оставить что-то еще на будущее, потому что вы же вернетесь. И мы еще раз об этом поговорим. Я благодарю всех зрителей, что вы пришли, посмотрели этот эфир. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайв. Напоминаю, что эфир с Алексеем Рисовичем будет завтра. Завтра также мы поговорим с Олегом Ждановым, военным экспертом. Обсудим ситуацию боев в городах. Ну и будут и другие эфиры. Приходите завтра. Ахмед, огромное спасибо. Увидимся. Всем пока. Всем пока. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok